А еще перед операцией можно? Можно, можно, можно. Можно, можно. Ехт. Озорной хвостик, розовый пятачок. Образцово-показательная пензенская хрюшка радостно встречает пул столичных журналистов. Вот такая смешная. Ай! Сейчас она съест халат. Короткая фотосессия. И свинья крупной белой породы по имени Роза, легко запомнить студентам-медикам, открывает новую высокотехнологичную страницу российской медицинской истории. Сегодня особый день, особый день для всех нас. Небольшая презентация. Пензенский технопарк высоких технологий. Все быстро заходят в операционную. Свинья Роза уже под анестезией. Время пошло. Хорошо. Доктор Пушкарь наводит тонкий хирургический инструмент точно на опухоль. У свиньи киста матки. Кажется фантастикой. Но между хирургом и операционным столом расстояние в несколько метров. Чуть выше. Портативный ящик с индикаторами. Мощные манипуляторы в руках. Это все, что могут приоткрыть пока ученые. Отчетливо виден только результат. Медицинский инструмент захватывает ткань. Движения безошибочны. Идеально все. Идеально. А вот что скрыто от голоса телекамер. Начинка из высокоточных инженерных решений. Робот. Ассистент-хирурга. Рывок на технологическом вираже. Отбрасывающий в прошлый век. Откуда и пришло величайшее изобретение заокеанской мысли. Нам сомнен поверить в это практически невозможно. Честно вам скажу. Невозможно кажется поверить, но этот маленький аппарат в чемодане поместится. Своими технологиями превосходит громоздкий на всю операционную, баснословно дорогой, прославленный на весь медицинский мир и доселе, не имеющий ни аналогов, ни конкурентов, зарубежный хирургический робот с претенциозным названием «Довинчи». Сегодня решена главная задача, вы видите, какого размера эта машина, да? Можете пойти к нам в клинику и увидеть робот «Довинчи». Робот «Довинчи» в 10 раз больше. Почувствуйте разницу. Американец аналоговый на тросиках. Наш инновационный, точный, настолько, что это трудно представить. Три микрона, раковая клетка. То есть хирург может вырезать опухоль поклеточно и бескровно. Он полностью цифровой. Идея была какая, что максимально точно с помощью современных устройств, математики и всего остального, получать более качественную и более удобную для последующей работы цифровую информацию. Поверьте мне, как инженеру, такая архитектура пока никем не реализуется. Такую архитектуру, что не смогли реализовать ни в одной стране мира, задумали в Московском государственном стоматологическом университете, заведующий урологической кафедрой которого профессор Пушкарь, он же главный внештатный специалист Минздрава по урологии, воплотили в Институте конструкторско-технологической информатики Российской Академии Наук. Наши ученые, те самые золотые мозги, которые когда-то утекали на Запад своим гением, создавая высокотехнологичные шедевры, достойные кисти и имени универсального Леонарда. Все изменилось. Они остаются. Наука идет на подъем. Наши ученые и инженеры создали установку в сто раз более точную, чем робот-довинчи. Причем врач может не рядом с роботом находиться, а дистанционно. В настоящее время уже становится возможным оперировать из Москвы во Владивостоке. Поэтому много уникальных свойств и будущее за подобными устройствами великое. Еще несколько шагов по этой лестнице. Тесты, доработки, снова испытания. Длинный путь. Сейчас такой экзамен у нас первый. И вот уже следующий этап. Подключают лазерный аппарат. Тоже наш, российский. Созданный на предприятии в подмосковном Фрязине. В многократном увеличении видно, как луч буквально запаивает поврежденный сосуд. Вы видите, что ни капли крови здесь нет. Это тоже впервые в мире робот-хирург, совмещенный с лазером. На самом деле робот-да-винчи, западный вариант, инструмента для работы с лазером не имеет. Они сразу сделали особый инструмент, который позволяет работать с волокном. И вот Пушкарет нашим, естественно. И Пушкарет продемонстрировал. Еще одно ноу-хау. То, чего нет ни в одной стране мира, будет в нашей. Передовые технологии роботоассистированной хирургии. Операции при помощи вот этих аппаратов, суперточной, без разрезов и швов, войдут. И ученые верят, это получится в систему медицинского страхования. Абсолютная доступность. Задача моя, как главного специалиста, чтобы операции были доступны для любого жителя нашей страны. Это должна быть машина, которая работает в системе ОМС, одинаково работает. И позволяет выполнить высокотехнологичную операцию с минимальной инвазией, вернуть пациента или пациентку в строй. Это начало. Впереди много испытаний. Но уже понятно. Точен, надежен, работает. Когда установку саму собрали, и мы посмотрели на нее, мой коллега сказал, скажи мне, мы сейчас на самом деле находимся в Пензе, в России. То есть это на самом деле происходит? Или мы где-то уехали за границу и на каком-то конгрессе находимся? А свинья-роза, даже не подозревая, что она теперь символ и научное достояние, приходит в себя после операции. Ведь ее очень ждут дома. Ну что, Борь, покорила это сердце? Друг? Навечно. Хряк-борька уже готовится к встрече с любимой. Совсем скоро у них с Розой появится здоровое потомство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова